Сегодня в Совете Безопасности ООН будет обсуждаться проект резолюции, который внесли Швейцария и Кувейт. В нем предполагается объявить в Сирии 30-дневное перемирие. Россия внесла свои поправки в этот текст. В нынешнем виде документ вряд ли будет принят, так как по оценке нашего постоянного представителя в Совбезе обозначенные в нем задачи утопичные. Составленными проекты резолюции, который в данный момент официально подготовлен к голосованию, хотя авторы прекрасно знают, что согласия по нему нет. Предлагается простое с виду решение – ввести режим прекращения огня по всей территории Сирии на срок не менее 30 дней. Мы настойчиво интересуемся, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия. Но вразумительного ответа так и не получили. И здесь нужен не символизм решений ради решений, а шаги, соотносимые с реалиями на земле. Заседание Совбеза, прошедшее накануне, было созвано по инициативе нашей страны. Поводом стало резкое обострение ситуации в Восточной Гуте. Это пригород Дамаска, который контролируется террористами. Боевики не дают покинуть этот район местному населению, используя его в качестве живого щита. Гуманитарная ситуация в Восточной Гуте, по оценке российского Минобороны, близка к катастрофе. Террористы не позволяют эвакуировать больных и раненых мирных жителей, а также не дают доставлять им гуманитарную помощь.